Узнаете этот звук? Разумеется, узнаете, ведь это заставка Netflix, самого популярного онлайн-кинотеатра в мире. А ведь когда-то Netflix был всего лишь видеопрокатом с 30 сотрудниками. Привет, с вами МыМедиа и я Алан. Сегодня ты узнаешь, как построить свою онлайн-империю, почему тебе так сильно понравилась? Игра в кальмара? И правда ли, что сериал может убить? США, Калифорния, 97-й год. Этого человека зовут Рид Хастингс. Ему 37 лет и он решает открыть свой бизнес. Широко растиражированная легенда гласит, что Рид забыл вовремя вернуть в видеопрокат кассету с фильмом Аполлон 13. И остался должен 40 долларов. Так и появилась идея Netflix. Видеопрокат, где можно будет оформить ежемесячную подписку, а фильм вы получите по почте. В качестве носителя Рид выбрал DVD-диски, которые только-только появились на рынке. Таким образом, Netflix стал первым в мире интернет-прокатом DVD-дисков. При этом на выбор было всего 925 доступных фильмов. Именно столько, в принципе, существовал на DVD в тот момент. Свою задумку, ежемесячную безлимитную подписку, Хиггинс ввел только через два года, в 1999 году. Кстати, аналитики воспринимали такую идею крайне скептично. И не зря. Во-первых, при возможности заказать любое количество дисков, их количество легко может превысить стоимость подписки. Во-вторых, диски могут попросту украсть. Опасения отчасти оправдались. Но все же Netflix уверенно набирал обороты. И уже в 2000 году у компании было около 3000 подписчиков, которые получали DVD-диски по почте. Стоит отметить, что у Хиггинса была крайне удачно развита сеть региональных отделений. И вместо того, чтобы присылать диски из головного офиса, ну как у конкурентов, у Netflix были отделения почти в каждом штате США, а позже и в Канаде. Кстати, о конкурентах. Балом тогда правила компания блокбастерс. Огромная сеть видеопрокатов с оборотом около 4 миллиардов долларов в год. Видя успехи конкурентов, блокбастер запускает свою доставку на тех же условиях, но она не стала популярной. Компания даже пыталась купить Netflix, но не согласилась на условия Рида. Он запросил 50 миллионов долларов, а блокбастер отказался, посчитав, что оно слишком как-то много. В 2003 году Netflix получает первую прибыль, а количество подписчиков достигает 1 миллиона. Кстати, выбор фильмов увеличивается с 925 в 1997 году до 30 тысяч в 2005. В седьмом Рид в очередной раз проявил свою дальновидность и Netflix постепенно начал переходить к концепции потокового вещания. Популярность новой услуги росла день ото дня, запрос на DVD диски резко начал падать. Со временем региональные офисы, удобно расположенные по всей Америке, становятся основой для огромной сети серверов, которая и позволила передавать видео очень быстро и в лучшем качестве. Кастингс правильно понял настрой американской, а позже и мировой аудитории. Только задумайтесь, зачем вообще вставать с дивана, если можно смотреть все, вообще все онлайн по фиксированной стоимости, а? А к 2010 году Netflix входит на мировой уровень. В 2010 он же запускается в Канаде, в 2011 в Латинской Америке, в 2012 доходит до Европы, а в 2015 году сервис доступен более чем в 190 странах по всему миру. В 2013 Netflix совершает очередной прорыв. Начинает производить оригинальный контент. Сейчас на дворе 2021 год. Для нас нет ничего удивительного в пометке Netflix Original. Но тогда это стало настоящей революцией. Такие сериалы, как «Карточный домик» или «Оранжевый» это хит сезона, стали популярны по всему миру. А теперь пошла отсюда нахер. Netflix представляет. Не отстает и производство фильмов. Все больше режиссеров хотят работать с онлайн-кинотеатрами. Притом Netflix заполучает и именитых режиссеров. Например, Мартина Скорсезе, Зака Снайдера, Майкла Бея и многих других. Вслед за Netflix оригинальные сериалы начали делать и конкуренты. К 2018 году клиентская база Netflix достигала 137 миллионов человек по всему миру. Рост числа подписчиков замедлился в 2019 году. Но тут началась пандемия COVID-19, что сыграло сервису на руку. Раньше людям было лень выходить на улицу и идти в кинотеатр. А теперь это попросту стало невозможным. В 2021 году Netflix имеет более 200 миллионов подписчиков и является самым популярным онлайн-кинотеатром в мире. Но что именно выделяет Netflix на фоне конкурентов? Доставка дисков была и блокбастерс, а Amazon Prime и Hulu также удачно наладили стриминговый сервис. Ответ прост. Контент. Дело в том, что с самого начала конкуренты не особо сильно уделили внимание библиотеке фильмов, делая ставку на новинки. Netflix же спешил охватить любые самые специфичные вкусы. Документалки, авторское кино, немые фильмы двадцатых. Тут есть все что угодно. Но самое главное это система рекомендаций. Netflix сделал все, чтобы пользователь потреблял контент не отрываясь, создав алгоритмы, которые смогли подстроиться под каждого конкретно клиента. Первый такой алгоритм Cinematch. Подбирал фильмы правильно в 75 процентах случаев. Он принимал во внимание сразу несколько факторов. Сам фильм, ну просмотрен пользователем. Тут же и жанр, год выпуска, и режиссер, и актер, и тому подобное. Список просмотров и пожеланий, общий рейтинг пользователей. На практике это выглядело так. К примеру, вам нравится фильм А. Cinematch находит всех пользователей, которым понравился фильм А, и на его основе подбирает фильм Б, закончив продолжает цепочку, создавая новое и новое, и все воедино, все больше, казалось бы, не очень-то похожих друг на друга фильмов. Таким образом, Cinematch мог посоветовать абсолютно разный контент, от боевиков до детских мультиков. Конечно, алгоритм сильно упрощен ради понимания, но именно он позволил избежать очевидных банальностей и увлекать зрителя все новыми и новыми фильмами, в отличие от конкурентов. Ну конечно, с тех пор алгоритмы сильно эволюционировали. Сейчас они включают в себя такие параметры, как пол, раса, место жительства и сотни других самых неочевидных или очевидных перемен. Именно поэтому стартовая страница одного пользователя совершенно не похожа на страницу другого. Алгоритмы подбирают даже афиши и постеры. К примеру, у одного и того же фильма будет один постер, если его смотрит белый мужчина из Европы, и абсолютно другой, если его смотрит темнокожая девушка из Южной Америки. А вот теперь немного жуткая часть. Вы удивитесь, но даже первый свой сериал «Карточный домик» Netflix запустил в работу, исходя из алгоритма и математики. Зрителям, которым нравился оригинальный британский сериал 1990 года, нравился и актер Кевин Спейси. Зная это, и еще несколько параметров. Netflix запустил в работу «Карточный домик», пригласив Кевина на роль и вложив его производство в общей сложности 500 миллионов долларов. И не прогадал. Сериал имел оглушительный успех. Netflix создает математически выверенный контент. Вот лишь один из примеров правильных инвестиций. Алгоритм Netflix прогнозирует, что сериал «Очень странные дела» посмотрит около 100 миллионов. Поэтому вложил в него 500 миллионов долларов. Взять хотя бы последний крупный успех Netflix – сериал «Игра в кальмара». Алгоритмы очень точно подсчитали, что он станет популярным. Поэтому компания и вложилась в его производство. Получается немного пугающе. Да, тебе понравился сериал. Но только потому, что он и должен был тебе понравиться. Его буквально сняли для тебя. Никакого выбора не было. Netflix даже получил премию «Эмми» за персонализированные механизмы рекомендации для поиска видео. Естественно, вокруг такой огромной компании, как Netflix, не могут не греметь скандалы. К примеру, нашумевший сериал «13 причин почему», который играет на теме подростковых самоубийств. Против него выступали школы, детские психологи и общественники по всему миру. Более того, согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии, после выхода «13 причин почему» число суицидов среди молодежи в США в возрасте 10-17 лет выросло на 28,9%. Но только ленивый не связал бы это с сериалом. Бурю негодования вызвал и фильм «Милашки», повествующих о девочках, увлекающихся тверком. Проблема в возрасте. Всем девочкам в фильме по 10-11 лет. А танцы, которые они исполняют, так сказать, крайне откровенны. Фильм сразу же обвинили в сексуализации детей и даже педофилии. Очередной скандал разгорелся осенью 21 года. Американский комик Дэйв Шеппелл в своем стендапе высмеивал представителей ЛГБТ-сообщества, чем вызвал бурю негодований как зрителей, так и самих работников Netflix. По поводу наших замечательных аналогов. Благодаря невнятной и неуклюже региональной ценовой политике Netflix в России появились свои стриминговые сервисы. Такие онлайн-кинотеатры, как ОККО, ИВИ, Кинопоиск и другие, оказались крайне конкурентоспособными и успешно завоевали отечественный рынок. Даже учитывая невероятный бум на онлайн-кинотеатры во время пандемии, Netflix занял всего лишь четвертое место по популярности в России. Вот такая история Netflix. Он прошел длинный путь. От видеопроката до транснационального гиганта. От распространителя контента до его создателя. От компании, которая угадывала интересы своих подписчиков. До сервиса, который эти интересы определяет. Обязательно напишите в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть следующую серию. С вами были мы, Медиа, и я, Алан. А на сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok